Иерофей Влахос. Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Православие как наука врачевания. Параграф 2. Богословие как наука врачевания. Из всего, что было сказано до сих пор, с очевидностью явствует, что христианство является, в сущности говоря, наукой врачевания, то есть определенным психотерапевтическим методом и курсом лечения. То же самое следует сказать и о богословии. Это не философия, но по существу курс терапии. Православное богословие ясно свидетельствует о том, что является, с одной стороны, плодом некоего лечения, а с другой – путем лечения. Иными словами, только те, кто уже был исцелен и обрел общение с Богом, являются богословами, и только они могут показать христианам истинный путь, идя по которому можно достичь места исцеления. Итак, богословие – это и плод, и метод лечения. Чтобы увидеть эти истины с большей ясностью, о них необходимо сказать подробнее. Мы изложим учения святых отцов относительно богословия и богословов. Мне представляется, что начать следует с Григория Богослова, которому церковь не случайно дала это прозвание. В начале своих знаменитых богословских слов он пишет, что не всякий человек может богословствовать и рассуждать о Боге, поскольку это занятие непростое и недоступное ползающим по земле. Дело это доступно не всем, но людям, испытавшим себя, проведшим жизнь в созерцании, а прежде всего очистившим, по крайней же мере, очищающим душу и тело. Только те, которые перешли от этой деятельности к созерцанию, могут говорить о Боге. Как же это происходит? Когда бываем свободны от внешней тины и мятежа, когда владычественное в нас не сливается с негодными и блуждающими образами. Потому святитель и советует, ибо действительно нужно упраздниться, чтобы разуметь Бога. Нил, постник, связывает богословие с молитвой, и прежде всего с умной молитвой. Из учения святых отцов нам хорошо известно, что тот, кто приобрел дар умной или сердечной молитвы, вступил на первый этап созерцания Бога. Молитва тоже один из видов созерцания. Поэтому молящейся умной молитвой обретают общение с Богом, а это общение есть познание Бога человека. Затем святой Нил говорит, «Если ты богослов, значит, поистине молишься. И если ты поистине молишься, то являешься богословом». Преподобный Иоанн Лествичник во многих местах своего высоко-духовного произведения, именуемого Лествицей, Лествицей изображает истинное богословие, совершенство чистоты. Есть начало богословия, совершенно соединивший чувства свои с Богом, тайно научается от Него. Но когда это соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. «Напротив, тот, кто не познал Бога лично, разглагольствует о Нем по догадке. Рассуждать же о Боге по догадке, согласно святоотеческому учению, безусловно, очень плохо, поскольку это приводит человека к прелести». Преподобному известно, каким образом в нас произрастает бесовское богословие. «В тщеславных сердцах, которые не успели очиститься действием Всесвятого Духа, Всесвятого Духа, нечистые бесы, в начале нашей духовной жизни толкуют нам Божественное Писание. Поэтому тем, в которых живет страсть, невозможно прикоснуться к богословию». Святые созерцатели, Божественное не рассуждая, и по слову отцов они богословствовали не по Аристотелю, то есть не как мыслители, но как рыбари, действием Всесвятого Духа. Если человек не очистился предварительно от страстей и прежде всего от мечтательности, то он не способен беседовать с Богом и рассуждать о Боге, поскольку мечтательный ум не способен к богословию. Святые пережили некое написанное Духом богословие. С тем же самым учением мы встречаемся в трудах Максима Исповедника. Когда человек живет в деятельном, любомудрии, которые есть нечто иное, как покаяние и очищение от страстей, то преуспевает в созерцании, живя же в созерцании, преуспевает в видении. Первая жизнь приводит подвизающегося в ней к развлечению добродетели от порока. Вторая причастника своего вводит в познание свойств бестелесных и телесных существ. И далее, говорится, дароже богословского сподобляется ум тогда уже, когда на крыльях любви, перелетев все вышесказанное и достигши пребывания в Боге, духом созерцает свойства его. Сколько уму человеческому, то возможно. В богословии, то есть знании о Боге, тайно наставляется тот, кто достиг созерцания. Более того, в другом месте тот же Отец говорит, что, пребывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем целомудри, целомудрствует, долготерпит, милосердствует, смиренно мудрствует и не только это, но и созерцает, богословствует и молится. Здесь богословие также соединяется с созерцанием и молитвой. Следует особенно подчеркнуть, что богословие не является результатом очищения, то есть деятельной жизни. Это бесовское богословие. По словам преподобного Максима, познание бездеятельности, бесовское богословие. Преподобный Филасий, стоящий в том же ряду, пишет, что человеческий ум, начиная любомудрствовать от веры, достигает в богословии богословие, простирающиеся за пределы всякого ума, которые определяют верою, незыблемою и созерцаем сокровенного. Богословие находится за пределами разума, поскольку оно является откровением Бога человеку, и отцы определяют его как созерцание. Богословие здесь прежде всего созерцание Бога, то есть его видение. В другом месте тот, что святой, пишет, что из искренней любви рождается видение естества. После же него наступит исполнение верха желаний, то есть благодать богословия. В учении блаженного диадоха фатикийского богословие рассматривается как величайший дар, приносимый человеку святым духом. Все дары добры вельми, но ни один из них так не воспламеняет и не подвигает сердце к возлюблению его благости как богословствование, как богословствование, ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие и дары подает душа. По словам апостола Павла, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания. Объясняя это блаженный диадох говорит, что видение соединяет человека с Богом, но не подвигает душу на рассуждение о вещах духовных. Есть монахи, которые любят безмолвие и просвещаются благодатью Божией. К словесам же о вещах божественных не приступают. Премудрость же это один из редчайших даров и дается он Богом. тому человеку, который обладает и способностью выражения и соответствующим ей умом. Потому видение Бога приносят молитва и великое безмолвие при совершенном беспопечении. Совершенном беспопечении. А премудрость нечиславное изучение словес духа. на на паче же благодать всеподдающего Бога. Благодать богословествования это энергия утешителя, но и синергия человека, ибо Святой Дух не дает видение таинств, без силы которая по природе ищет и исследует видение. По учению святителя Григория Паламы богословами являются строго говоря боговицы, а богословие созерцанием. Есть и знание о Боге, знание учения о Нем и умозрение, которое мы называем богословием. Григорий Палама «Триады в защиту священно безмолвствующих» «Тот, кто, не имея опыта и знания предметов веры, берется учить о них, идя путем собственных рассуждений и пытаясь при помощи разума показать благо, лежащее выше разума, явным образом дошел до крайнего безумия. И помимо невежества такой окажется богоборцем. Кроме того, случается, что люди, не успевшие потрудиться, то есть не прошедшие очищение, встретились со святыми людьми и послушали их слов, однако затем, рассуждая по-своему, они отвергают того святого и заблуждаются из-за гордости. Из всего этого явствует, что богословие является в сущности плодом исцеления человека, а не умозрительной наукой. Только тот, кто очистился или хотя бы находится в процессе очищения, может быть посвящен в неизреченные таинства и великие истины, может принять откровение и затем передать полученное народу народу. Богословию непременно должно предшествовать исцеление, и тогда богослов в дальнейшем сможет исцелять других. Поэтому в православном святоотеческом предании богослов отождествляется с духовным отцом. Духовный же отец является по преимуществу богословом, поскольку именно тот, кто испытывает божественные предметы, может наставить и духовных чад без угрозы впасть в прелесть. Характерны следующие слова Иоанна Романидиса. По преимуществу православный богослов это тот, кому непосредственно знакомы некоторые из божественных энергий благодаря просвещению или большая их часть через видение или же тот, кто опосредованно знает их через сочинение пророков, апостолов, святых, священное писание, труды святых отцов, постановления и деяния вселенских и поместных соборов, богословом является тот, кто благодаря этому непосредственному или опосредованному знанию и созерцанию умеет с ясностью проводить различия между энергиями Божьими и тварными, в частности, действиями дьявола и бесов. Не имея дара развлечения духов, никто не может испытывать их, чтобы увидеть, является ли что-либо действием святого духа или же дьявола и бесов. Следовательно, богослов это тоже, что и духовный отец, тоже, кто, следуя латинской традиции, строит свои рассуждения, чтобы добиться интеллектуального восприятия догматов веры, безусловно, но только не является духовным отцом, но и не может называться богословом в полном смысле слова. Богословие не является отвлеченной теорией или практикой, как логика, математика, астрономия или химия, но, напротив, носит характер борьбы, подобно военному делу или медицине. Ведь первое из них, военное дело, изучает оборону и атаку на врага, останавливая надлежащее употребление для оружия, укреплений, планы обороны и наступления, вторая же медицина ведет борьбу против телесных и душевных недугов ради здоровья, ища различные средства, служащие его восстановлению. Богослов, не знающий приемов врага и совершенства во Христе, не только не в состоянии сам сражаться с врагом ради своего совершенства, но и не пригоден для наставления и лечения других. Это подобно тому, как если бы военачальником считался или в самом деле был человек, не прошедший никакой подготовки, никогда не воевавший и не изучавший военное искусство, но заботящийся исключительно о том, чтобы прекрасно и величественно выглядеть на приемах и в строю. Это все равно, как если бы мясник назывался бы хирургом, а место врача занимал бы человек, не знающий ни причин болезни, ни способов их лечения, ни признаков нормального состояния, которому он должен вернуть больного. и я не знающий , это не знающий это не знающий , это